Так, ну что, давайте начинать. Я хотел сегодня поговорить про две темы. Первая – это так называемая теорема о двух пилиционерах. Значит, это следующее утверждение. То есть это означает, что для всех n, ну, допустим, bn не превосходит cn и больше либо равняется an. Вот такие неравенства выполняются. И пусть cn стремится к какому-то числу a, и an тоже стремится к тому же самому числу a. Тогда я утверждаю, что bn никуда не денется и тоже будет стремиться к тому же самому числу a. Вот такая теорема. Значит, в советской математической традиции, а потом российской, она носит название «теорема о двух пилиционерах». Ну, потому что, как бы, вот эти вот две последовательности похожи на двух пилиционеров, которые взяли какого-нибудь нарушителя спокойствия справа-слева и ведут его, ну, вот куда-то они его ведут к этому пределу, который является a. И когда они к нему дойдут, поскольку хулиган ограничен этими двумя пилиционерами, он будет вынужден появиться в том же самом месте. По-английски она называется squeeze theorem или sandwich theorem. Возможно, это что-то говорит про разницу в мировоззрении, кто о чем думает в первую очередь. В какой-то момент обсуждалось, нужно ли переименовать теорему о двух пилиционерах в теорему о двух полицейских в связи с реформой в МВД. Но как-то так исторически пока не переименовали. Вот. Ну, давайте докажем. А это простое утверждение на самом деле. Но давайте его попробуем доказать аккуратненько. Смотрите, чего мы имеем. Давайте я картинку нарисую. Значит, у нас есть такая картинка. Значит, по горизонтальной оси, как обычно, n. По вертикальной я буду откладывать значения моих последовательностей. Ну, давайте я скажу, что вертикально оси — это y. И у меня есть эти самые мои последовательности. И есть число a. У меня вот это a будет. Друзья, у меня просьба. Если вы не говорите, пожалуйста, выключайте микрофоны. Можно говорить голосом. И это, в общем, приветствуется. Но если вы не говорите, то держите, пожалуйста, микрофон выключен. Иначе это приводит к дополнительным шумам. Итак. У нас есть три последовательности. Давайте я нарисую какие-нибудь их элементы. Ну, вот, например, здесь у меня есть... С каким-то другим цветом. Например, вот здесь у меня есть a1. Здесь у меня есть c1. А здесь у меня есть b1 между ними. Дальше, например, здесь где-нибудь у меня есть a2. Здесь b2. Тут c2. И так далее. Значит, что мы знаем? Мы знаем, что со временем последовательности aN и cN становятся все ближе и ближе к числу a. Это означает, что начиная с какого-то момента они будут находиться вот в такой вот окрестности, в таком вот коридорчике вокруг этого самого a. Давайте я напишу, что здесь у меня epsilon, а здесь у меня тоже epsilon. Значит, и вот это... Это у меня a какое-то n, а это у меня c какое-то n. Вопрос. Что в этот момент происходит с bn? Что можешь сказать про bn? Тоже в epsilon. Ну да, тоже никуда не денется, потому что он зажат между этими двумя товарищами. Где-то находится посерединке, ну, например, вот здесь. И понятно, что если у нас два ограничителя находятся внутри вот этого коридорчика, значит, ограничитель сверху и ограничитель снизу, то все, что зажато между ними, весь вот этот отрезочек, он тоже находится внутри этого же самого коридорчика. Поэтому если, начиная с какого-то момента, все вот эти элементы находятся внутри этого коридора, то и этот тоже. Ну, собственно говоря, то, что нам нужно доказать. А сейчас будут не два неравенства треугольника, я сейчас напишу, как это аккуратно делается. Значит, смотрите, давайте я запишу формально, чего у нас есть. Значит, что нам дано. Значит, дано нам, что для всякого epsilon 1 найдется, значит, положительного найдется такое n1, n1 от epsilon, что для всех n больше n1. Значит, у нас последовательность a nt стремится к a. Модуль a nt минус a меньше epsilon 1. Дано, что последовательность c nt стремится к a. Так, это c nt. И плюс дано утверждение, что есть вот такое ограничение, которое вообще работает для всех n. И что мы хотим показать? А хотим мы показать такое утверждение. Значит, для всякого epsilon 0 найдется такое n большое, что для всех n больших n большое. Значит, кто у нас? b nt минус a меньше, чем epsilon. Значит, вот у нас есть два утверждения. Значит, утверждение про пределы a nt и b, и c nt. И мы хотим доказать такое уж точно утверждение, только для b n. Значит, как это сделать? Давайте заметим вот что. Во-первых, как обычно мы это делаем. Давайте мы сразу скажем, что нам задан какой-то epsilon, вот этот. И нам нужно определить вот эти вот epsilon. Значит, я вот здесь забыл написать. Epsilon 1, здесь epsilon 2. Значит, какие epsilon мы здесь будем использовать вот в этих определениях? Значит, здесь у нас epsilon 1 и epsilon 2. Нам нужно их задать. Вопрос. Какие? Какие выборы? Зададим epsilon просто. Нам хватит. Просто, 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 просто как epsilon. Отлично. Давайте так и сделаем. Значит, для формальной строгости, так как... Хотя нет, нет, все хорошо. Нормально, все хорошо. Прокатит. Значит, положим epsilon 1 равное epsilon 2 равное epsilon. Дальше. У нас появляются n1 и n2. Что с ними делать? Значит, нам нужно сгенерировать вот это n большое, а вот это n большое, глядя на вот эти n1 и n2. Как мы это будем действовать? Максимум из n1 и n2. Давайте. n, это есть максимум из n1 от epsilon и n2 от epsilon. Хорошо. Теперь осталось доказать, что вот этот epsilon сработает. Ну, давайте сделаем так. Смотрите, давайте я вот сейчас вот эти неравенства немножко перепишу. Они сейчас записаны с модулем, но мне сейчас будет удобно работать с ними не с модулем, а в виде пары двух неравенств. Значит, давайте я их перепишу. Значит, ну вот, например, возьму вот это неравенство и перепишу его таким образом. Значит, что здесь сказано? Здесь сказано, что a, nt лежит в... Здесь строгое неравенство. Лежит на интервале от a плюс epsilon 1 до a минус epsilon 1. Значит, вот у нас есть точка a, вот есть a, a плюс epsilon 1, вот есть a минус epsilon 1. И утверждение, что расстояние между a, nt и a меньше, чем epsilon 1, это в точности утверждение, что расстояние... Это в точности утверждение, что a, nt лежит где-то вот на этом интервале. Никуда не денется. Значит, вот на таком вот интервале. Где-то здесь у нас лежит наша a, nt. И аналогично можно записать с вторым неравенством. Значит, c, nt меньше a плюс epsilon 2, a минус epsilon 2. Значит, поскольку мы сказали, что epsilon 1 и epsilon 2 просто равны epsilon, но давайте я с учетом этого, с учетом этого выбора просто сотру здесь индексы. Значит, просто получился epsilon. Я напоминаю, что прямо по ходу лекции можно задавать вопросы, можно писать в чате, можно задавать голосом, как вам больше нравится. Вот, так что если что-то непонятно, сразу меня прерывайте и спрашивайте. Итак, значит, понятно, откуда эти неравенства взялись. Мы будем считать, что понятно. Окей, теперь смотрите. Значит, я сейчас воспользуюсь от этих неравенств, воспользуюсь только половинками. Значит, что мне известно? Мне известно, что a, nt ограничивает сверху… Нет, наоборот, снизу. Значит, a, nt ограничивает снизу b, nt, а b, nt, в свою очередь, ограничивает сверху… ограничивает снизу… a, nt ограничивает снизу b, nt, а c, nt ограничивает сверху b, nt. И дальше я просто припишу к вот этим неравенствам, которые я сейчас написал, припишу кусочки из неравенств сверху. Значит, я скажу, что у меня c, nt меньше, чем a плюс ε, а nt, наоборот, больше, чем a минус ε. Значит, это я взял вот эту штуку и поместил ее вот сюда, и я взял вот эту вот штуку и поместил ее вот сюда. Ну и, собственно говоря, все. Теперь видно, что просто в силу транзитивности неравенств, в силу того, что если вот эта штука меньше этого, а эта меньше этого, то вот эта меньше вот этого. Значит, если a меньше b, а b меньше c, так, наоборот, я… Так, почему наоборот, где наоборот? Стрелочки эти красненькие. А снизу ограничивает левую часть. Точно, стрелочки не в ту сторону, но, значит, наоборот. Наоборот, как-то менее удобно. Так было хорошо, они рядом стояли. Ну, давайте я… А и не с той стороны, по-моему. Не с той стороны, да. Так, сейчас перерисуем. Значит, c, nt ограничивает вот отсюда, вот так это получается, а a, nt ограничивает отсюда, вот так. Да, отлично. Вот, в общем, отсюда следует, что bn лежит ровно в том же самом интервальчике. Как видите, здесь никаких неравенств треугольника не нужно. Значит, расстояние от bn, t до a меньше эпсилон. И это выполняется, значит, все эти неравенства выполняются для всех n маленьких, больших, чем n. Так выбраны n большого. И все, это победа. Значит, мы научились по эпсилону находить такое n большое, что для всех n маленьких, больших, чем n большое, расстояние от bn, t до a меньше эпсилона. Конец доказательств. Значит, есть ли какие-то вопросы по этой теореме? Значит, еще раз хочу подчеркнуть общую мысль. Значит, общая мысль такая, что мы, зная, что оба ограничителя оказываются в какой-то момент в эпсилону окрестности точки A, мы точно знаем, что все, что находится между ними, тоже оказалось в этой же окрестности. Ну, просто один отрезчик вкладывается в другой отрезчик, никуда не денется. И поэтому все таким образом работает. Так, давайте, задайте какой-нибудь вопрос по этому доказательству. На семинарах мы это, кажется, использовали. Ну, такое возможно, да. У нас были задачки, которые просто было решать с помощью этой теоремы, хотя я просил пока что повремениться этой теоремой. Но, в принципе, если использовали, то ничего страшного. Но, в принципе, мы это много раз использовали как бы в частном случае. То есть, когда у нас была какая-то конкретная задачка, где нужно было найти эпсилон по n. Ну, то есть, допустим, у нас была какая-нибудь такая задачка, скажем. Нам нужно было доказать, что единицы делить на там n квадрат плюс 1 стремится к нулю. Вот такая задачка. И мы говорили, ну, хорошо, давайте заметим, что единица делить на n квадрат плюс 1 меньше, чем единица, деленная на n. Ну, а дальше находили n большое для вот этой последовательности и говорили, что ну, раз вот такое вот неравенство выполняется, то, значит, n большое для этой последовательности автоматически сработает для этой последовательности. Вот, скорее всего, такого типа рассуждения неоднократно звучало при обсуждении задач. Вот. Это, в принципе, это ровно частный случай этой же самой теории о двух полиционерах. Ну, в принципе, как это обычно бывает, смотрите, всякие общематематические доказательства — это некоторое обобщение каких-то, значит, фактов, которые встречаются в ходе вашего, в ходе вашей работы. Оно примерно так всегда и происходит, что у вас происходит движение по пути обобщения. То есть в математике не придумывается так, что кто-то взял и решил придумать какую-то суперобщую теорему и сразу же ее доказать. Оно придумывается так, что люди замечают какие-то факты, а потом эти факты обобщают, понимают, какие общие механизмы тут работают, обобщают их, и получается какое-то общее утверждение, какая-то теорема. Ну, вот здесь примерно такая же история. Так что, с одной стороны, мы, скорее всего, применяли очень похожее рассуждение на семинарах, с другой стороны, используя теорема о двух полиционерах, эта задачка решается вообще буквально в один счет. Просто можно сказать, например, что эта последовательность, она ограничена с одной стороны единицей на n, с другой стороны, и кем она ограничена. Нулем. Да, например, просто тождественной нулевой последовательностью. То есть последовательностью, в которой все элементы просто нулевые. И дальше мы видим, что единица на n, как мы однажды доказали, стремится к нулю. Ноль сам по себе тоже стремится к нулю, тождественная нулевая последовательность стремится к нулю. Ну а раз так, то дальше по теореме о двух милиционерах из вот этих вот двух стремлений следует, что то, что между ними зажато, тоже стремится к нулю. Это довольно распространенное рассуждение. Частенько такое встречается, вообще, в принципе, это полезно. Такого типа рассуждений видеть. Заметим, что, например, я мог бы сделать не такую штуку, а какую-нибудь гораздо более страшно выглядящую штуку. Я не знаю, я могу тут написать синус от n в степени n умножить на косинус от n факториал, значит, допустим, разделить на n квадрат плюс 1. Что-нибудь в таком стиле, там еще возвести в 15 степень. Ну вот, на самом деле, вот такого типа задачка, она выглядит страшно, но, опять же, тоже мгновенно решается с помощью терема о двух милиционерах. Просто, например, можно заметить, что, опять же, все это будет меньше, чем, ну там, синусы и косинусы по модулю. Давайте я сразу напишу здесь. Значит, я буду оценивать, значит, напишу здесь модуль. Окей, давайте так, чтобы прям формально применить терема о двух милиционерах, я скажу вот, что я скажу, что вот вся вот эта вот штука, значит, она ограничена сверху и снизу, например, единицей, сейчас у меня есть еще пятнадцатая степень, значит, сверху она будет ограничиваться единицей разделить на n квадрат плюс 1 в пятнадцатой степени, а снизу она будет ограничиваться, а кем она будет ограничиваться снизу? Минус единицей. Той же самой штукой, только с обратным знаком. Значит, откуда это берется? Ну, на самом деле, это мы таким образом переписали утверждение про модуль. Мы пишем, что модуль вот этой штуки меньше вот этой штуки. Ну, а это следует там, опять же, из правил работы с модулями, что модуль произведения не происходит в произведении модулей. Давайте мы еще равно поставлю для аккуратности. Вот. Ну, а дальше, опять же, мгновенно видно, что вот эта часть, например, оценивается как единица, деленная на n. А эта часть оценивается как минус единица, деленная на n. Ну, и опять эти два товарища стремятся к нулю, значит, это стремится к нулю. Значит, как мы выбираем, по какому принципу мы будем ограничиваться снизу и сверху? Значит, с одной стороны, нам нужно, чтобы у меня выполнялось вот это неравенство для всех n. А с другой стороны, мне нужно, чтобы вот эта штука стремилась туда, куда нужно. Значит, никакого универсального ответа нету. Нужно посмотреть и понять, как получается или нет. Ну, вот как-то так. Вот. Но требование такое, что с одной стороны, мы хотим, чтобы неравенство работало, иначе деление применимо. А с другой стороны, мы хотим, чтобы вот эта штука была бы не слишком большей вот этой штуки, и чтобы она стремилась туда же. В данном случае мы просто заметили, что вот эта вот штука ограничена по модулю единицей, и поэтому мы можем числитель ограничить единицей и сильно упростить себе жизнь. То есть вместо вот этого страшного непонятного числителя написать единицу, и более-менее понятно, что предельное поведение не слишком сильно повлияет. Можно было доказывать по-другому. Можно было сказать, что, кажется, в семинарах была такая задачка. Так, пропал звук, не знаю. Раз, раз. Слышно меня? Да. Да. Так. Значит, Татьяна, где-то у вас звук пропал. Окей. Вот. В общем, короче говоря, нужно... Значит, была еще теорема о том, что предельное, что произведение ограниченной последовательности на последовательность, которая стремится к нулю, значит, это тоже стремится к нулю. Была такая семинарская задачка, доказывалось ручками, но понятно, что это тоже некоторое простое применение вот этой же самой теоремы о двух позиционерах. так, ну что, давайте еще вопросы. окей, ну что, можно идти дальше. Давайте, значит, теперь поговорим про второй сюжет сегодняшней лекции. Значит, некоторая история, которую условно можно назвать арифметикой бесконечностей. Я напомню, что у нас были теоремы, которые условно называются арифметикой пределов, а именно, что если пределы существуют, если они конечны, то всякие арифметические операции можно переставлять с пределами. Давайте я напомню. Значит, если существуют пределы, не хочу так писать, если существует такое а и b, что предел nt равен а, предел b nt равняется b, то есть это какие-то вещественные числа, тогда предел nt плюс b nt равняется a плюс b, предел a nt n b nt равняется a b, и если дополнительно b не ноль, тогда предел a nt n b nt равняется a деленное b. Значит, мы там раньше дополнительно требовали, чтобы в этом последнем случае, чтобы элементы b nt не обнулялись, но, в принципе, можно это игнорировать, просто сказав, что мы будем рассматривать вот в этой последовательности, мы выкинем все те члены, в которых значение вот этой штуки не определено, но на предел он в любом случае не повлияет, поэтому выкинем его. Так что я дополнительные условия сейчас на b nt не накладываю. вот такие утверждения у нас были, и целью сегодняшнего кусочка, вот этого второго кусочка нашей лекции, является посмотреть, что происходит, если мы выходим за рамки действия этой теоремы. То есть вот если у нас нарушаются вот эти условия, если a и b теперь не обязательно являются вещественными числами, а либо вообще пределы какие-то не существуют, либо какие-то из этих пределов равные бесконечности или плюс бесконечности, или нарушаются вот это вот условие, что тогда? Ну вот оказывается, что тут возникает целая большая серия случаев, и даже совершенно невозможно толком как-то сформулировать какое-то короткое утверждение на эту тему. Давайте я начну с того, что приведу пару примеров. Значит, что происходит, если условия нарушаются? Давайте посмотрим, например, на такой пример. Вот, скажем, у нас есть первое утверждение про предел суммы. Предел суммы равен сумме пределов. И давайте скажем такую штуку. Значит, тут у меня есть пример. Значит, пусть a, n, t стремится к бесконечности, и b, n, t стремится к бесконечности. Вопрос. Что можно сказать о пределе a, n, t плюс b, n, t? Он тоже стремится к бесконечности. Так, значит, есть варианты. Значит, первая версия. Перечисляю ваши версии. Первая. Стремится к бесконечности. Хорошо. Какие еще есть версии? В зависимости от того, возрастает или убывает a, n, t и b, n, t. Так, значит, возрастает или убывает a, n, t и b, n, t. И что бывает? И какие случаи бывают? Может быть, конечно. Ну, если обе возрастают, то бесконечности. Обе убывают, то минус бесконечности. А если в разные стороны, то непонятно? Ноль. Значит, бывает, значит, могут быть плюс бесконечности, минус бесконечности, ноль. Это все что угодно. Это может быть, типа, от минус бесконечности до плюс бесконечности. Все что угодно. Да. Ну, значит, действительно, на самом деле, на самом деле правильный ответ, правильный ответ третий – все что угодно. Ну, давайте приведем какие-нибудь примеры. Значит, то есть, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что если про последовательности известно только вот это, только то, что они стремятся к бесконечности, то про вот эту штуку сказать вообще ничего невозможно. Ну, действительно, давайте посмотрим, какие есть варианты. Значит, я напомню, что вот здесь я написал такую бесконечность без знака. Значит, это означает, что… Значит, вот это утверждение, что aNt стремится к бесконечности, означает, что модуль aNt становится больше любого заданного числа и дальше остается больше. И аналогично то же самое про bNt. Поэтому, например, ну, давайте посмотрим, как бы нам получить… Ну, хорошо, давайте начнем с того, как нам получить бесконечность. Значит… Они обе n. Обе n, да, отличная, отличная идея. Значит, n плюс n, очевидно, равняется бесконечности, и при этом каждый из последовательностей n стремится к бесконечности, и n тоже стремится к бесконечности. Ну, хорошо, а как бы нам получить что-нибудь другое? Здесь получилась бесконечность и получилось заодно плюс бесконечность. Ну, чтобы получить все, что хочешь, мы берем x квадрат плюс a, и вторая будет минус x квадрат, и они в сумме будут давать всегда вот это a, но можно все кем угодно. Да, значит, только у нас не xn. Понятно, да. Любое вещественное число, пусть a большое – это какое-нибудь вещественное число, и давайте рассмотрим последовательности aN, равная, например, ну, даже можно и без квадрата, n плюс a, последовательность bNt минус n. Значит, видно, что обе эти штуки стремятся к бесконечности. Опять же, я напоминаю, что это такая бесконечность без знака. Значит, эта штука стремится к бесконечности, эта штука стремится к бесконечности. Но при этом предел aNt плюс bNt равняется просто a, просто потому что n сократится. Ну, видно, что действительно можно получить бесконечность, можно получить любое вещественное число. Ну, вот мы получили здесь плюс бесконечность, но с таким же успехом можно было получить минус бесконечность. В общем, тут много всяких вариантов. Так что при попытке обобщить арифметику пределов в одной из случаев мы потерпели сокрушительный крах. Никакого внятного вывода, типа вот такого, сделать нельзя. Это был плохой пример. Ну, то есть пример-то хороший, но он про то, что мы что-то не можем сделать. Тем не менее, можно предложить какой-нибудь, наоборот, хороший пример. Ну, давайте еще один пример рассмотрим. Значит, пример 2. Пусть aNt стремится к плюс бесконечности, и bNt стремится тоже к плюс бесконечности. Тогда что можете сказать про последовательность aNt плюс bNt? Ну, плюс бесконечности. Ну, тоже стремится к плюс бесконечности. Значит, вот это уже хоть что-то. Это уже некоторое утверждение, которое выглядит похожим на утверждение из арифметики пределов. Ну, хорошо, но давайте его докажем. Значит, в предыдущей задачке, где мы говорили, что может получиться все, что угодно, нам было достаточно придумать какой-нибудь пример. В этот раз нам нужно доказать, что если мы знаем про последовательности только вот это или только вот это, мы знаем про них, то, что они стремятся к плюс бесконечности, тогда мы можем доказать то же самое утверждение про их сумму. Ну, давайте доказывать доказательства. Ну что, ну, как обычно, запишем, что мы знаем. Значит, знаем мы следующее. Для всякого c1 найдется такое n1, зависящее от c1, что для всех n больше n1, а nt больше c1. И то же самое про вторую последовательность. Значит, bn, t больше, чем c2. Значит, вот такие два утверждения известны. И хотим мы доказать следующее. Значит, для всякого c1 найдется такое n, что для всякого n большего n большого, а nt больше c. Значит, здесь никаких модулей нет, потому что у нас стремление к плюс бесконечности, поэтому оценка именно такая. Значит, a nt больше, чем c1, bn t больше, чем c2. И так, нет, я ошибся, здесь нужно было написать a nt плюс bn, конечно. a nt, bn t больше, чем c. Значит, итак, у нас есть утверждение. Для всякого c1 найдется такое n1, равное n1 от c1, что для всех n больше n1, а n больше, чем c1. Да, сейчас открою. Второе утверждение. Для всякого c2 найдется такое n2, равное n2 от c2, что для всех n больших n2, bn больше, чем c2. И хотим утверждение, что для всякого c найдется такое n, равное на c, что для всех n больше n, а n плюс bn больше, чем c. Давайте я покажу предыдущий пример. В предыдущем примере мы демонстрировали, что если последовательности стремятся просто к бесконечности без знака, то про их сумму мы ничего сказать не можем. Значит, она может стремиться к бесконечности, если мы складываем, например, последовательность n и последовательность n. Или если мы подобрали a nt и b nt аккуратненько так, что, например, у нас a nt равняется n плюс какое-то число a, а b nt равняется минус n, понятно, что когда мы их будем друг с другом складывать, то мы получим просто постоянную последовательность, которая равняется a большому, и в пределе суммы будет эта самая a большая. Это случай, когда ничего хорошего не получается, ничего неизвестно. А сейчас мы рассматриваем случай, когда у нас оба этих предела равны плюс бесконечности и доказываем, что в этом случае подел суммы тоже равен плюс бесконечности. Итак, ну что, ну давайте доказывать, значит, чего мы хотим. Значит, нам дали c. Мы хотим построить n большая. Как мы будем это делать? Значит, нам, мы хотим воспользоваться вот этими утверждениями. Значит, нам нужно как-то задать c первое и c второе. Как это сделать? Все неравные c. Да, значит, у меня это была моя первая мысль, что пусть они равны c, но тогда у нас сейчас возникнет некоторая проблема. Дело в том, что когда вы, значит, ну что, если они оба равны c, то тогда вот в этом неравенстве здесь написано больше c и в этом неравенстве больше c. А мы хотим вот такое неравенство. Но мы, конечно, сможем их просто сложить и получить здесь a nt плюс b nt больше, чем 2c. Вопрос. Всегда ли 2c больше, чем c? Нет, приоритетительных. Да, значит, я в определении, значит, в определении того, что предел равен бесконечности, не потребовал от c быть положительной. В принципе, мог бы потребовать. Тогда мы бы сейчас, вот в этом месте, мы бы сейчас бы себе чуть-чуть упростили жизнь. Если бы я потребовал, чтобы c было положительным, вот это определение бы не поменялось. Так, значит, есть много разных вариантов. c1 плюс c2. Сейчас, смотрите, мы задаем c1 и c2 по c, не в обратную сторону. То есть у нас вот влияние происходит вот в такую сторону. Это важно. Мы определить на два про. Да, давайте воспользуемся тем приемом, который мы немножко отвергли с эпсилонами. Значит, какая идея? Идея состоит в том, что когда мы сложим вот эти два неравенства, мы хотим получить вот это неравенство. Когда мы их сложим, у нас в правой части возникнет c1 плюс c2. Значит, мы хотим, чтобы c1 плюс c2 просто равнялась бы c. И тогда нам же не важно, какого оно знака, кто там больше кого. У нас просто есть частное неравенство. Так что давайте сделаем следующее. Значит, возьмем какой-нибудь c и положим c1, равное c2, равное c пополам. Дальше возьмем n. Чему равняется n? Максимум у из n1 и 2. Да, здесь, как обычно, максимум нас не подведет. Максимум n1 от c пополам и n2 от c пополам. И тогда мы получим следующее. Имеем. Значит, если n маленькая больше, чем n большого, тогда это n маленькая больше, чем n первая от c пополам. Значит, a, n, t больше, чем c пополам. Значит, a, n, t больше, чем c пополам. Из вот этого утверждения. Давайте я как-нибудь обозначу звездочка. Значит, из утверждения звездочка. Дальше. b, n, t тоже больше, чем c пополам. Давайте я это утверждение как-нибудь обозначу двумя звездочками. И что дальше можно сделать с этими неравенствами? Значит, у нас есть два неравенства, направленных в одну и ту же сторону. Что с ними можно сделать? Сложить, 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 сложить. Да, неравенства можно складывать. Если неравенства смотрят в одну и ту же сторону, то их можно складывать поэлементам. Если в разные, то нельзя. Значит, можно просто сложить. И получается a, n, t плюс b, n, t строго больше, чем c пополам плюс c пополам. Это и есть c. Ну, а это ровно то, что нам нужно было. Значит, это ровно то, что мы хотели доказать. Значит, мы хотели доказать вот эту штуку, и мы ее доказали. Мы научились по нашему c строить, значит, строить n вот по такой цепочке. Так что вот это самое n удовлетворяет вот этому условию, что если n маленькая больше, чем n большого, то вот это неравенство выполнено. Ну, точнее, вот это неравенство выполнено. Все, доказательство завершено. Значит, давайте я его выведу целиком. Значит, давайте мы на него посмотрим, и вы зададите какие-нибудь вопросы. У меня вопрос, почему мы все так сложно делаем. Почему нельзя просто было сказать, что у нас cn – это a n плюс bn, тогда это больше, чем… Ну, выберем такое n больше, ну, максимум из n1 и n2, которое у нас задано, ну, вот, знаем. Тогда a n плюс bn больше, чем c1 плюс c2, и присваиваем значению c1 плюс c2 c, и все. Это одна строчка и доказательство. Ну, это ровно то же самое, что мы сделали. Единственная разница… Только очень сложная. Ну, то есть мы зачем-то подбираем такое c1 и c2… Да, правильно, и это… Чтобы оно было c пополам, потом выводим. Мне кажется, что это не совсем нужно для понимания того, что происходит. Ну, смотрите, просто… Ну, собственно… Смотрите, значит, просто когда вы говорите, что мы скажем, что c1 плюс c2 равняется c, и я… значит, у меня возникает вопрос, что это означает. Значит, у вас вот в этом выражении, вот у вас есть три переменные. Есть переменная c, есть переменная c1 и переменная c2. При этом переменная c вам задана, а значения c1 и c2 вы определяете сами. Поэтому, как бы, если вы говорите, что найдутся такие c1 и c2, так что c1 плюс c2 равняется c, ну, это, конечно, правда, но у меня возникнет резонный вопрос. Если вы говорите, что они найдутся, докажите, что они найдутся. Мне кажется, что… Мне кажется, что самый простой способ – это сказать, ну, давайте возьмем по половинке c. Вот. Здесь важно именно то, что у нас есть некоторый порядок зависимости между переменными. То есть есть переменные, которые находятся в нашей власти, которые мы сами задаем. Есть переменные, которые нам дают откуда-то извне. В данном случае вот эту c мы никак не контролируем, а вот эти c1 и c2 мы задаем. И нам нужно задать явный алгоритм. Ну, окей, можно было бы неявный, можно было бы доказать какое-то общее утверждение, что найдутся. Но, как правило, в этих задачах проще всего давать просто явный алгоритм, когда требуется что-то сделать по определению. Проще всего просто вот предъявить явный алгоритм и не париться с тем, чтобы как-то более неявно доказывать, что нужный вам объект найдется. Вот. Понятно, что когда мы сейчас доказываем кучу теорем, понятно, что чаще всего, когда у человека есть какая-то конкретная функция и нужно найти ее предел, ну, чаще всего люди не пользуются определениями, а пользуются какими-то теоремами, типа тех, которые мы сейчас доказываем. Но при этом, всякий раз, когда вы пользуетесь какой-нибудь такой теоремой, очень хорошо понимать, как она доказывается, иначе у вас есть риск применить что-нибудь не то. Не нужно ли, что мы можем получить любое С, можно получить... Ну да, это был как раз комментарий к предыдущему замечанию. Ну, в общем, кажется, что вот такой метод, он такой железобетонный, железобетонный. Вот после того, что мы говорим, пусть там С такие, Н такая, и расписали, что таки да, а Н плюс БН действительно больше С. Нам, ну, в конце какую-то строчечку писать, типа, вот мы какие молодцы, доказали, что для любого С существует такое Н, и мы его даже провели. Или достаточно этот магический квадратик нарисовать, и всем сразу все станет понятно и ассистентом, и семинаристом. Смотрите, если сомневаетесь, если вы думаете, что дописывание еще одного предложения сделает ваше доказательство более ясным, более законченным и более простым для восприятия, допишите. Ну, вот, например, я в конспектах лекции, как правило, стараюсь сейчас дописывать в конце, что вот мы действительно получили то, что хотели. И как бы, ну, то есть, смотрите, как бы есть сейчас вот есть некоторый такой большой, большой текст насчет того, как мы все это получили, а с другой стороны хочется как-то вот подытожить, чтобы было, можно было взглянуть на одно короткое предложение и увидеть, что действительно вот мы прошли весь путь от начала до конца. Мне кажется, что ничего плохого в том, что вы это дополнительное предложение напишите, не будет. Ну, это квадратик, который рисует автоматически тех, когда вы пишете, что доказательство, когда вы заканчиваете доказательство. Ну, или... Иногда рисует заполненный квадратик, иногда рисует пустой квадратик, иногда рисует какой-нибудь вот такой значок. Вот, ну, в общем, да, доказательство закончено. Да, магический квадратик, который автоматически заканчивает доказательство любой теоремы. Нарисовали, сразу все доказано. Но, к сожалению, так не работает. Или, к счастью, иначе было бы неинтересно. Вот. Так, еще вопросы? Сейчас я не пишу всяких таких вот заключительных слов на доске, потому что... Ну, потому что это все-таки доска, и мне хочется немножко сэкономить место и время. И здесь доказательство простое, потому что оно как бы все целиком вмещается на экран, и мы видим, что действительно мы ровно это и сделали, прошли весь путь. Но, в целом, лишнее, лишнее пояснение никогда лишними не будет, на самом деле. Чем яснее вы пишете, тем больше вероятность, что вас правильно поймут. Так, ну что, едем дальше, да? Давайте еще какие-нибудь примеры рассмотрим. Значит, вот смотрите, то, что мы сейчас, то, что мы сейчас обсудили, можно условно записать таким образом. Значит, что бывает? Можно записывать такие условные записи. Значит, можно сказать, что бесконечность плюс бесконечность – это неопределенность. Значит, ну вот здесь имеется в виду плюс бесконечность – вот это бесконечность без знака. вот этот плюс, он, вот этот плюс, он относится не к этой бесконечности, а он складывает вот эту бесконечность с вот этой бесконечностью. То есть это бесконечность без знака. Значит, вот такая штука – это неопределенность. Когда говорят, что какое-то такое выражение является неопределенностью, это означает, что мы можем получить все, что угодно. То есть это вот как было в первом нашем примере. С другой стороны, можно сказать, что плюс бесконечность плюс бесконечность равняется плюс бесконечность. И, значит, вот такая вот условная запись означает, ну вот ровно то, что мы только что обсуждали. Потому что если мы рассматриваем любую последовательность с таким пределом, любую последовательность с таким пределом, их складываем, обязательно получается последовательность с таким пределом. Значит, несмотря на то, что мы здесь как бы делаем арифметические операции с бесконечностями, Нужно понимать, что это не означает, что мы теперь считаем, что бесконечность — это такое же число, как и все остальные. Это не утверждение прохисло, а это условная короткая запись для той теоремы, которую мы только что доказали. Понимать эту запись нужно именно так, что если у вас есть последовательность, которая стремится к плюс бесконечности, и еще одна последовательность, которая стремится к плюс бесконечности, вы их сложите, получите снова последовательность, которая стремится к плюс бесконечности. и на самом деле можно придумать какое-то количество других утверждений такого типа но нужно быть осторожным потому что легко какие-то утверждения могут оказаться хочется написать какое-нибудь утверждение с бесконечности воспринимать бесконечность как обычное число и получить какую-то проблему давайте я покажу еще один пример до n плюс синус n хороший хороший вопрос окей значит давайте скажем так значит плюс бесконечности минус бесконечности 0 это или отличные отличные вопросы смотрите насчет значит насчет например плюс бесконечность плюс что-то ограниченное как вы думаете что получится значит типа плюс бесконечность плюс синус n вот такого типа такого типа последовательности получается тоже плюс бесконечность хорошее упражнение это доказать значит тут даже не никак толком не напишешь эту штуку а если напишу так плюс бесконечность плюс что-то что не имеет предела значит нет ни конечного ни бесконечного предела что это может быть да вот эта вот штука вот вообще непонятно непонятно чем она является на самом деле можно сделать сейчас можно ли сделать что угодно нужно подумать но очевидно что нельзя сделать сейчас хороший вопрос например можно ли сделать конечный предел если вот у этой штуки нет никакого предела что-то мне кажется что нельзя значит хороший вопрос хороший вопрос подумать что здесь может получиться на самом деле как видите возникают сразу возникает возникает сразу куча разных вариантов куча разных комбинаций от того что мы можем складывать потому что мы теперь складываем не числа последовательности последовательности могут вести себя очень сильно по-разному н плюс н на единице н плюс н на минус единица в степени n значит н на минус единица в степени n имеет предел равной бесконечности но это кстати хороший пример я когда готовился к лекции я его выписал но потом про него сейчас забыл значит это пример когда у нас с одной стороны плюс бесконечность а с другой стороны просто бесконечность и видно что мы можем получить штуку которая не имеет вообще никакого предела значит не конечного не бесконечного предела вот хороший пример мне нравится можно вопрос к чему пришли в итоге в предыдущем примере вот в этом да потому что я не потому что я сходу не могу сообразить какой здесь ответ да мне тоже так показалось а почему смотрите у нас старая второй второй последовательность она должна быть ограничена чтобы она не имела бесконечного предела нет это неправда что вы сейчас сказали бывают последовательности которые не являются ограниченными и не имеют бесконечного предела Как раз вот эта последовательность, которая у нас в жизни получилась, ровно такого типа примера приводит. Ну, значит, хорошее упражнение действительно продумать вот этот пример до конца. В семинарском листочке у вас будет серия задач похожего типа, но конкретно вот такой задачи там нет. Ну, хорошо, давайте посмотрим еще на что-нибудь. Ну, вот, например, допустим, я пытаюсь сделать такую вещь. Значит, ну, вот тут вы, конечно, сейчас не купитесь, потому что у вас уже семинар на эту тему был. Но давайте представим себе, что я пытаюсь сказать такую вещь. Значит, вот у меня есть какая-то такая задачка. Я говорю так. Так, значит, это я сейчас делаю утверждения, правильность которых не утверждаю. Значит, давайте скажем, что, ну как, у меня написано предел частного. Давайте перейдем к частному двух пределах. Значит, получается такая штука. Это предел n квадрат плюс 2n разделить на предел 2n квадрат плюс 3. Но это равняется бесконечность делить на бесконечность, и это равняется единице. Значит, Татьяна, нет, вот эта штука не стремится к бесконечности, потому что у нее нули через каждое, на каждом четном месте у нее стоит ноль. А чтобы стремилась к бесконечности, нам нужно, чтобы, начиная с какого-то места, оно было больше, чем c. Так, ну что, значит, кто покупает такое рассуждение про то, что это предел равен единице? Так. Мне не пойдет. Дмитрий покупает, а все остальные не покупают. Значит, в чем ошибка? В каком месте допущена ошибка? Нельзя бесконечность на бесконечность делить. Ну да, но на самом деле, так сказать, трудно указать место, в котором тут не допущена ошибка. Применено правило частного, когда там стоит ограничение на то, что пределом является рациональное число. Да, не обязательно рациональное, вещественное. Значит, действительно, вот этот первый же переход, он неверный. Значит, когда люди только начинают изучать всю эту науку про пределы, довольно часто вот такая ошибка возникает. Значит, когда делается вот такой переход, ну что, ну, видим частное, значит, видим частное, не видим препятствий соответствующих. Значит, ну, возьмем, применим утверждение про предел частного. Ну, а дальше получились какие-то бесконечности. Ну, ладно, уже трудно как-то исправлять то, что ты делал на предыдущем шаге. Ну, давайте запишем такую штуку. Вот, ну, в общем, все неверно. Так делать нельзя. Да. Значит, потому что нарушены условия арифметики пределов. Более того, ну, и вот эта вот штука, бесконечно деленная на бесконечность, ну, как ни трудно увидеть, она совершенно не обязательно должна давать единиц. Ну, хорошо, а какой правильный ответ вот для этого предела? Ну, не для этого, а вот для этого. Для предела дроби. Давайте я быстренько покажу, как это делается. Значит, мы знаем, что этот предел можно записать в таком виде. Значит, давайте мы вот эту самую штуку, давайте мы эту дробь поделим, числитель и знаменатель этой дроби поделим на n квадрат. Получается такая штука. Получается такая штука. Здесь n квадрат плюс 2n разделить на n квадрат. И все это делить на 2n квадрат плюс 3 разделить на n квадрат. Значит, получается предел. Пристремляемся к бесконечности. n квадрат плюс 2n, деленный на n квадрат. Деленный на 2n квадрат плюс 3, тоже деленный на n квадрат. Теперь можно поупрощать числитель и знаменатель. Значит, 1 плюс 2, деленное на n. Значит, числитель у нас остается 1 плюс 2, деленное на n. В знаменателе 2 плюс 3, деленное на n квадрат. Вот. А вот теперь у нас и числитель, и знаменатель имеют конечные пределы. И вот теперь можно воспользоваться пределом частного. На самом деле, все эти рассуждения про арифметику пределов делаются так. Они как бы делаются немножко в долг. Мы говорим, что мы попробуем сейчас воспользоваться пределом частного в надежде на то, что пределы вот этой штуки, вот этой штуки, когда мы их посчитаем, они действительно будут существовать, как какие-то конечные числа. Вот. Но давайте мы это попробуем сделать. То есть получается предел 1 плюс 2, деленное на n, разделить на предел 2 плюс 3, деленное на n квадрат. А дальше можно, ну, во-первых, можно это все ручками дальше доказать. А можно, что еще проще сказать, что теперь мы воспользуемся теоремой про предел суммы. И дальше уже все будет легко. Значит, это есть предел при n стремящемся к бесконечности 1 плюс предел при n стремящемся к бесконечности 2, деленное на n, разделить на предел при n стремящемся к бесконечности 2, плюс предел при n стремящемся к бесконечности 3, делить на n квадрат. Ну, а уж про вот эти штуки мы точно знаем, чему они равны. Это есть 1 плюс 0 разделить на 2 плюс 0. Значит, про эти штуки мы много раз доказывали такого типа утверждения, что их пределы такие, как должны быть. Как мы пришли отсюда сюда? Такой вопрос. Мы воспользовались теоремой про предел частного, но мы воспользовались немножко в долг. Мы сказали, давайте мы ее сейчас применим и посмотрим, что у нас здесь получится. Если вот здесь в числителе и знаменателе получатся конечные пределы, если знаменатель получится не нулевым, то, значит, вот этот переход был корректен. Когда мы досчитали вот досюда, мы фактически обосновали применимость вот этого перехода. Так можно. Можно было бы не записывать это равенство, можно было бы отдельно где-то написать, давайте рассмотрим вот такой предел, рассмотрим вот такой предел, докажем, что эти пределы существуют, после этого применим теорему про предел частного. Можно применять теорему про предел частного, когда одно из этих двух чисел, ну, числитель и знаменатель, один из двух пределов будет, например, плюс или минус бесконечности, а второй и конечный. Во, отличный вопрос, да. Да, сейчас мы до этого тоже дойдем. Смотрите, ну, то есть, теорему про предел частного нельзя, но сейчас мы посмотрим, в каких ситуациях есть аналоги, и как они работают. Значит, во-первых, первое, что я хочу сказать, значит, если вот все это рассуждение понятно, то я думаю, что вы можете легко поверить в то, что здесь можно было получить, подбирая вот эти последовательности правильным образом, можно было в ответе получить все, что угодно. Значит, я получил одну вторую, можно было получить, наоборот, два. Можно было получить два. Здесь нужно было поменять в исходной дроби. Числитель, знаменатель. Ну, коэффициенты надо поменять перед n-квадратом. Да, можно просто, значит, видно, что вот эта одна вторая, она на самом деле зависит только от того, какие здесь коэффициенты стояли перед n-квадратом. И поскольку здесь можно писать любые коэффициенты, в любом случае, и числитель, и знаменатель будут стремиться к бесконечности, то вот здесь можно получить все, что угодно. Поэтому следующее правило состоит в том, что бесконечность делить на бесконечность – это неопределенность. Вот. Но, тем не менее, некоторое утверждение определения бесконечности сказать можно. Например, давайте рассмотрим теперь еще какой-нибудь позитивный пример. У нас были негативные примеры, когда мы говорим, что ничего не понятно. Бывают позитивные примеры, когда мы показываем, как что-то работает. Например, если у меня есть какое-то конкретное число, какая-то константа, и я делю эту константу на бесконечность. То есть, что это означает? Это означает, что у меня есть последовательность, значит, у меня есть какая-то последовательность АНТ, которая стремится к бесконечности, и я рассматриваю предел при стремящемся к бесконечности, единице деленное на АНТ. Значит, что вы можете сказать про такую штуку? Чему равен такой предел? Он равен нулю, да. вот можно, опять же, условно, понимая всю условность такой записи, можно сказать, что единица, деленная на бесконечность, равняется 0. Значит, понимать ее нужно ровно так, что если есть какая-то последовательность, которая стремится к бесконечности, то последовательность обратных величин никуда не денется, будет стремиться к нулю. Ну, в какой-то мере понятная история. Значит, когда мы единицу делим на что-то дико большое, то мы получаем что-то дико маленькое. Но, опять же, можно это доказать. Давайте докажем. Значит, чего я хочу? Значит, что у меня есть? У меня есть, что последовательность АНТ стремится к бесконечности. Значит, для всякого С, у нас есть утверждение, что для всякого С найдется такое Н, что для всех Н маленьких больше, чем Н большое. Давайте Н1. Значит, Н1 от С. Модуль АНТО больше, чем С. Хотим доказать, что для всякого Эпсилон найдется такое Н. Н от Эпсилона, значит, для всякого Эпсилона большего нуля, что для всех Н больших, чем Н большое. Сделайте масштаб поменьше. Модуль АНТО меньше Эпсилон. Значит, вот такая у нас есть пара утверждений. Значит, ну что, действуем как обычно. У нас есть Эпсилон, нам нужно построить Н большое. А здесь мы можем выбирать произвольное С. Как мы будем действовать? С равно 1 делить на Эпсилон. Да, давайте положим С равно 1 деленное на Эпсилон. Значит, имеем право. Имеем право. На С у нас никаких ограничений вообще нет. Эпсилон больше нуля, поэтому мы имеем право тут поделить. Ну, давайте положим действительно такое С. Дальше нам нужно взять, какое-то Н от Эпсилон. Откуда мы его возьмем? Значит, Н от Эпсилон чему равен? Да, он просто равен Н первому от С, то есть Н первому от единицы деленной на Эпсилон. Тогда имеем следующее. для всех Н больше, чем вот это Н большого. Справедливое утверждение. Модуль АН больше С, а С в свою очередь равно единицы деленной на Эпсилон. Эпсилон. Ну, если модуль Н больше, чем единицы деленной на Эпсилон, то модуль единицы деленной на Н равняется единицы деленной на модуль Н, наоборот, меньше, чем единицы деленной на С, то есть Эпсилон. Значит, опять же, я воспользовался с одной стороны я воспользовался утверждением про предел, простите, про модуль частного, а с другой стороны я воспользовался тем фактом, что если у нас есть дробь, то оценивая оценивая знаменатель снизу, я оцениваю дробь сверху. Ну и все. Доказали. А можно, пожалуйста, целиком показать? Сейчас. Значит, вот мы доказали такое утверждение, которое условно называется единицей деленной на бесконечность равняется нулю. Есть ли вопросы по этому доказательству? Вот. Смотрите, мораль всей этой истории такая. В некоторых ситуациях мы можем выводить вот такого типа утверждения. Утверждения, которые похожи на арифметику пределов, но которые имеют дело с бесконечностью. Совершенно безнадежная идея пытаться запомнить все эти утверждения и как бы составить их какой-то полный список. Просто потому, что слишком много вариантов. У нас бывают последовательности, которые имеют конечный предел, которые имеют бесконечные пределы, которые не имеют никаких пределов. Бывают ограниченные последовательности, бывают неограниченные последовательности. Бывает куча разных арифметических операций, их можно друг с другом комбинировать. Короче, безнадежная идея попытаться запомнить, какие правила здесь есть. Правильная идея состоит в том, чтобы попытаться понять, почему те или иные правила работают, а другие нет. например, вот это правило работает, ну, потому что мы понимаем, что когда мы делим единицу на какое-то дико большое число, то получается дико маленькое число. Если вот это число будет становиться все больше, 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 и как бы неограниченно больше, то вот это число будет наоборот становиться все меньше, 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 приближаться все сильнее, сильнее, сильнее к нутному. Аккуратное доказательство Вот оно. Но понятно, что вам не нужно каждый раз его иметь в голове целевую форму. Но вот эту идею о том, что оно становится больше, а единицы делить на него становится меньше, эту идею, безусловно, хорошо иметь в голове. Наоборот, если вы думаете про такую штуку, тут можно в всякий раз в голове представлять какие-то вот такие вот примеры и видеть, что вот эти бесконечности, из-за того, что они обе бесконечности, бесконечности бывают очень разными. У вас есть бесконечность под названием предел n, а есть бесконечность под названием предел n-квадрат. И это как бы разные бесконечности. n-квадрат быстрее стремится к бесконечности, чем n. Поэтому, когда вы одну бесконечность поделите на другую бесконечность, что получается, заранее неизвестно. В общем, пользуясь такого типа соображениями, можно, как правило, понять, какой из этих правил как работает. Когда можно использовать что-то похожее на арифметику пределов, когда нельзя. Но понятно, что пока что у нас в задачках будет требоваться либо приводить явные доказательства, либо еще что-то в этом роде. Либо ссылаться на какие-то вещи, которые мы уже один раз доказали. Например, один раз доказали такое утверждение, но теперь можно на него ссылаться. И в сегодняшнем семинарском листочке и в следующей домашней работе будет серия задач, в которой вам придется самостоятельно разобрать какие-то из пределов такого вида. Дальше вам нужно будет подумать, что вы можете сказать про предел соответствующей последовательности, которые у вас получаются. И если вы что-то можете сказать определенное, то вам нужно будет это доказать. Если вы наоборот говорите, что может получиться все, что угодно, вам нужно будет привести примеры, как оно может получиться. Ну вот по типу того, как мы это делали, например, в самом начале лекции. Бесконечность плюс бесконечность может получиться все, что угодно. Ну вот такая история. Есть ли какие-нибудь еще вопросы по сегодняшней редакции?